Приветствую всех зрителей канала «Правильный выбор». В этом видео я расскажу вам о лучших радиоприемниках, которые скрасят ваш досуг дома или на даче. В данный топ я включил 7 моделей радиоприемников от разных производителей, которые пользуются большой популярностью за свой функционал, качество сигнала и ряд других особенностей, о которых я и расскажу в этом видео. Также я оставлю ссылки в описании, перейдя по которым вы сможете посмотреть стоимость этих устройств в различных интернет-магазинах. Ну а перед тем, как я начну, напомню вам, что на канале «Правильный выбор» регулярно выходят новые рейтинги и обзоры различных устройств, которые могут быть вам интересны и помогут определиться с покупкой. Поэтому рекомендую подписаться на канал, а также подключить уведомления, нажав для этого на колокольчик. Также буду признателен вам за лайки и комментарии, где вы можете предложить темы для следующих роликов. Ну а теперь устраивайтесь поудобнее, а я начну топ лучших радиоприемников. Поехали! Texan PL 660 – это всеволновой радиоприемник, выполненный в компактном корпусе. Он может принимать все диапазоны радиовещательных частот, от длинных до ультракоротких, а также позволяет слушать любительские радиостанции и даже те частоты, на которых общаются дальнобойщики и диспетчеры с пилотами. В радиоприемнике предусмотрена регулировка тембра, которая обеспечивает наилучшее качество звука в зависимости от типа передачи. Сигнал аппарат ловит уверенно даже при сложенной антенне, а в развернутом состоянии антенна позволит уловить даже слабый источник сигнала. Информация о радиостанциях выводится на большой информативный экран, где также можно настроить часы и установить будильник или таймер. Кроме того, в памяти устройства можно сохранять до 1900 адресов на разных диапазонах. А благодаря подсветке экрана таким радиоприемником будет удобно пользоваться в темное время суток. Сам по себе Texan PL660 довольно компактный и помещается в руке. Весит он меньше 500 граммов, что упрощает его перемещение с места на место. Ну а что касается питания прибора, то оно может осуществляться как от сети, так и от четырех пальчиковых батареек. В общем, если нужен многофункциональный радиоприемник, который сможет уловить множество радиосигналов в различных диапазонах, то стоит обратить внимание на эту модель. Следующий герой нашего топа Harper HDRS 099. Он выполнен в стиле первых наиболее популярных переносных устройств для приема радиостанции. При этом довольно компактный. Весит прибор 870 граммов. И чтобы его было удобнее носить, оснащен ручкой. Несмотря на то, что выглядит этот прибор как какое-то старое радио, он оснащен полезными в наши дни функциями. К нему можно подключить наушники через разъем 3,5 мм, флешку или карту памяти, которая позволит слушать музыку. Данный радиоприемник поддерживает все современные форматы воспроизведения музыкальных файлов, так что вы сможете не только слушать радиостанции в диапазонах FM, AM, SW, но и слушать любимую музыку. Прибор уверенно принимает даже слабые радиосигналы, в чем ему помогает выдвижная антенна. Управление у него предельно простое. Есть регулятор громкости и улавливание радиостанции, а также шкала, отображающая, на какой волне осуществляется прием. Воспроизведение музыки тоже можно контролировать. Есть кнопки переключения треков, повтора и паузы. Также радиоприемник оснащен небольшим дисплеем, на котором отображается время воспроизведения песен. А еще он может работать не только от розетки, но и от обычных батареек, так что вы сможете взять его с собой туда, где нет электричества. Продолжает топ радиоприемник RITMIX RPR-102. Его по достоинству оценят любители старины, ведь выполнен он в ретро-стиле. Большая решетка динамиков из пластиков желтого цвета, поиск радиостанции и громкость настраиваются при помощи круглых регуляторов. Имеется классическая шкала отображения диапазона частот, а корпус стилизован под деревянное покрытие. Также есть версии этого радиоприемника с корпусом, стилизованным под покрытие из карбона. Для уверенного приема сигнала радиоприемник имеет телескопическую антенну. Прием радиостанции ведется в четырех диапазонах FM, AM, SW и SW2. Кроме того, этот радиоприемник позволяет еще и слушать музыку с карт памяти и USB накопителей, а благодаря аудиовыходу еще и со смартфонов. А еще работать он может не только от сети, но и от встроенного аккумулятора или шести батареек. В общем, с ним вы всегда и везде сможете послушать любимую музыку или радиостанцию. Те, кто уже обзавелись таким радиоприемником, высказываются о нем в основном положительно, отмечая, что он отлично ловит сигналы и у него отличное качество звучания. Из недостатков стоит отметить, что станции у него сгруппированы очень близко, поэтому малейшее движение регулятора приводит к переключению или ухудшению сигнала. Но в целом это отличный радиоприемник, который еще и позволит слушать музыку с различных носителей. Следующий герой нашего топа – Texan PL310ET. Это карманный радиоприемник, который из-за малых размеров и небольшого веса вы всегда сможете носить с собой. А возможность работы прибора не только от сети, но и от батареек позволит вам использовать его в местах, где нет возможности подключиться к розетке. К достоинствам данной модели стоит отнести возможность приема сигнала в большом диапазоне радиовещательных частот – от длинных до ультракоротких. Прибор обеспечит отличный прием. Правда, в больших городах из-за помех нормально послушать можно будет только радиостанции и FM-диапазоны. Но за городом этот приемник раскрывается во всей красе на всех диапазонах. Плюс у него имеется длинная телескопическая антенна и разъем для подключения внешней антенны для улучшения качества сигнала. Прибор имеет довольно широкий функционал, так что придется изучить инструкцию, чтобы во всем разобраться. Предусмотрена ручная и автоматическая настройка сканирования с предварительным прослушиванием, 3 секунд для каждой частоты, память для сохранения до 550 станций, прямой ввод нужной частоты с клавиатуры и многое другое. Также стоит отметить, что радиоприемник оснащен дисплеем, на котором отображаются частота, чувствительность, время, будильник, а также температура и уровень оставшегося заряда, если устройство работает от батареек. В общем, если вам нужен компактный и при этом многофункциональный радиоприемник, то стоит обратить внимание на эту модель. А узнать его стоимость вы можете на сайтах, ссылки на которые я оставил в описании. Там же вы найдете ссылки и на других участников данного топа. RITMIX RPR 050 радиоприемник, выполненный в классическом стиле, смахивающий на модели прошлого века. Он имеет компактные размеры и выпускается в двух расцветках решетки динамика, красный и золотистый. Так что можно будет подобрать модель, которая лучше будет сочетаться с интерьером помещения, в котором будет стоять такой радиоприемник. Прибор оснащен аналоговым тюнером, позволяющим принимать сигналы радиостанций, работающих в диапазоне FM, AM и SW. Предусмотренная в нем телескопическая антенна существенно улучшает качество приема. Да и качество звука у него хорошее. Кроме того, несмотря на то, что выглядит этот приемник как устройство из прошлого века, его можно использовать в качестве MP3-плеера, благодаря тому, что разработчики предусмотрели USB-разъемы с лот для карты памяти формата SD. Работать он может не только от розетки, но и от встроенного аккумулятора или батареек. Так что с ним вы сможете слушать любимые радиостанции и музыку с флешек, находясь далеко от дома, где нет возможности подключить прибор к розетке. Также стоит отметить, что этот радиоприемник оснащен встроенным ярким светодиодным фонарем, который пригодится на даче, на пикнике или в путешествии. Жаль только, что у него нет ручки для более удобной транспортировки. Продолжает топ-многофункциональный радиоприемник PZRP RP312 с аналоговым тюнером. Он выполнен в ретро-дизайне, и его корпус стилизован под дерево, поэтому такой радиоприемник придется по душе поклонникам старины. При этом он имеет много современных функций. Прибор позволит слушать музыку с карт памяти, USB-накопителей, а также со смартфонов или плееров через AUX. К нему можно подключить наушники или даже записывать аудио. Ну а что касается радиосигналов, то прибор способен принимать частоты FM, AM и SW диапазонов. Сигнал ловит отлично. В чем ему помогает телескопическая антенна? Отличное качество звука ему обеспечивает два стереодинамика диаметром 76 мм и суммарная мощностью 6 Вт. Все элементы управления устройства подписаны на русском языке, так что разобраться с его регулировкой не составит труда. Также стоит отметить, что работать этот радиоприемник может как от сети, так и от батарейка, а также от встроенного аккумулятора, который сможет обеспечить до двух часов воспроизведения музыки. Из недостатков стоит отметить разве что большой вес, но благодаря крепкой и эргономичной ручке перемещать этот радиоприемник с места на место будет удобно. Завершает наш ТОП многофункциональный компактный радиоприемник Texan PL398MP. Благодаря небольшим размерам и весу он без проблем поместится в сумке, и вы сможете взять его с собой в поездку. На дачу или в поход. И работать он сможет не только от сети, но и от трех пальчиковых батареек. Прибор позволяет улавливать радиосигналы в диапазонах FM, AM, SW и LW. И справляется с этим, как отмечают владельцы, отлично. Если штатная телескопическая антенна не справится, то к нему можно будет подключить внешнюю через соответствующий разъем. Также к этому радиоприемнику можно будет подключать наушники и карты памяти, если вы захотите послушать музыку. Звук у него отличный, что обеспечивается наличием двух стереодинамиков. Также стоит отметить, что прибор позволяет сохранять в памяти до 550 частот и оснащен дисплеем, на котором отображается частота, время, уровень заряда аккумулятора и даже температура. Дисплей оснащен подсветкой, так что всю информацию будет хорошо видно в темноте. А еще радиоприемник имеет функцию таймеры. Что касается управления, то здесь у некоторых пользователей могут возникнуть трудности из-за обилия кнопок и широкого функционала. Впрочем, чтение инструкции в сети позволит быстро разобраться со всеми функциями этого устройства. Из недостатков же стоит отметить не самое удачное расположение кнопок управления MP3-плеером. Находятся они сзади, поэтому для управления воспроизведением музыки придется разворачивать прибор. Но если для вас в приоритете прослушивание различных радиостанций, такое расположение кнопок не будет существенным недостатком. Напомню, что ознакомиться с ценами на все радиоприемники, попавшие в данный ТОП, вы можете на сайтах, ссылки на которые я оставил в описании. На этом у меня все. Пишите в комментариях, какой из радиоприемников вам понравился больше всего, а также не забывайте подписываться на канал и жать на колокольчик, чтобы быть в курсе выхода новых рейтингов и обзоров. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!